Девушки отдыхают Итак, друзья, я вас приветствую на нашем курсе. Сегодня мы будем рассматривать с вами самомассаж внутренних органов. Ну, здесь нужно упомянуть то, с чего начинался весь этот самомассаж, вся эта технология связана с висцеральными практиками. Она начиналась с 1974-1975 года. То есть я не буду говорить, как она у меня оказалась, но первые пробы начались именно тогда. И вот с 1974-1975 годов потихонечку, потихонечку, методом проб, ошибок я как-то начал заниматься этим делом. И уже к началу 90-х годов я, можно сказать, профессионально начал заниматься манипуляциями на внутренних органах, работая со спортсменами. И, конечно, для того, чтобы спортсмены, это была команда, и, естественно, мне приходилось давать разные, ну, скажем, методические указания. У кого-то была слабая печень, у кого-то спортсменов, у кого-то проблема почек была, у кого-то органы малого таза, у кого-то мышцы болели, у кого-то что-то. И мне приходилось как бы давать им домашние задания, которые они должны были выполнять, но и в процессе, а так как все в то время жили как бы в одном месте, команда, я при команде, то я имел возможность контролировать это все, и вот тогда появились, ну, наверное, первые, скажем, следовые моменты, как самомассаж. И вот здесь, конечно, интересно было то, что кто-то исполнял эти технические действия, задания, а кто-то не исполнял, кто-то чуть-чуть переработал. В результате этой переработки мне приходилось снова включать свои технологии для того, чтобы остановить тот процесс, который развивался. Это может быть там расстройство, дикое расстройство живота, а у другого, наоборот, запор, или появилась боль в спине, или появилась боль в шее, а всего-то навсего размяли, казалось бы, живот. Ну вот, и в то время было большое непонимание, как так разминать живот, и мои друзья, а у меня среди моих друзей много было медиков, они просто говорили, Александр, ты рискуешь, особенно хирурги, они говорят, ты знаешь, а вдруг там киста, а вдруг там образование, а вдруг там, ну, конечно, может быть, вот это все, оно несколько притормаживало, а с другой стороны, притормаживало развитие вот этой технологии, но с другой стороны, это нужно было, наверное, обязательно пройти вот этот путь, и поэтому я начинал с того, что работал со своими друзьями сначала. И, конечно, действительно, нужно было найти та степень давления, которая осуществляется на внутренние органы. Потом увидел, что расслабив какой-то орган, изменяется состояние, предположим, мышечных тканей. Расслабили, улучшили, привели в порядок почки. А что значит привели в порядок почки, скажем так, на уровне вот этих массажных действий? Это значит, что около органного пространства, где находятся почки, ни одного болевого участка ткани нет. И считалось, что, я так считал, что таким образом я улучшил состояние данного органа. Ну и, конечно, было удивительно, что какие-то органы быстро восстанавливались, какие-то органы медленно, а потом начал посматривать на людей, какие психотипы лучше идут, какие хуже. Конечно, это целая тема. И вот уже работая со спортсменами, вот это все очень мне здорово пригодилось. Это был как настоящий испытательный полигон. И в то же время я увидел, что эти испытания дают определенные результаты. Причем хорошие результаты. Особенно тогда, когда спортсмены перестали травмироваться, потому что сейчас уже вот по происшествии стольких лет, а ведь это, скажем, 80-е годы, это 85-й, 84-й год. И в то же время я увидел, что травматизация резко снижается. И обычно, ну, та же команда футболистов, представьте, что к началу сезона все заявлены, 20 человек, 22 человека в заявке, а в конце сезона играть некому. А почему? Травмы. И травмы такие иногда смешные. Ну, предположим, там, мениски, на колено невозможно наступить, голеностопы, паховые грыжи, пупочные грыжи, или какие-то, ну, скажем так, растяжения мышечных тканей. А вот здесь, когда начали работать с животом, то я увидел одну интересную особенность, что если живот приводится в порядок, то меняется структура ткани. Ткани становятся более рыхлыми, но это не говорит о том, что они слабые, они становятся более взрывными. Ведь попробуйте напрячь руку и ударить этой рукой, да у вас не получится. Нужно, чтобы была фаза расслабления и фаза напряжения. Ну вот, и вот это все, как бы, в 90-х годах, когда мне предложили военные совместную работу, была организована команда, и эту команду мне предложили возглавлять. Но, правда, были другие начальники, которые... Но в данном случае то, чем занимались, я, как бы, это, ну, скажем, эту структуру возглавлял. И, конечно, мы проводили разные исследования, и перед процедурами брали анализы крови, и делали анализы крови через час после процедуры. И мы вдруг увидели, что многое меняется в крови, улучшается состояние крови, а потом и самочувствие пациентов, с которыми мы занимались. Но мы в основном-то брали здоровых людей. Ну, и можно говорить о том, что тогда у них просто функциональные напряжения возникали. Вот, предположим, застой. Это сейчас я могу сказать, что застой в той же печени, он сформировался из-за стрессовости. А тогда мы об этом не говорили, потому что это 90-е годы. Ну вот, но мне в этом плане еще помогал Мосметрострой, на котором я работал, это была основная моя работа. И там шел поток пациентов, которые не имеют отношения к спорту, но имеют тоже проблемы с животом. Сначала я начал там работать как мануальный терапевт, то есть работал как бы с позвоночником, но потом полностью переключился на живот, потому что проблемы спины, они исчезали после работы с внутренними органами. Ну вот. А тогда, когда уже мы вплотную занялись, скажем, ну, той работой, которую мне поручили, а работа была обозначена примерно так, как для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях. То есть работа для спецподразделений, потому что было замечено, что в стрессовой ситуации у человека выключается пищеварение. И вот здесь, опять же, работая и с гражданским населением, и в то же время с курсантами военных училищ, мы увидели, что у многих во время стресса замыкается луковица 12-перстной кишки, она становится напряженной. И вот этот спазм напряжения передавливает протоки, которые идут от печени, желчного пузыря, от поджелудочной, и функции этих органов начинают нарушаться. В печени формируется застой и венозный, и, естественно, желчный. И печень утяжеляется, она увеличивается в объемах, и самое интересное, она становится болезненной. И, естественно, если она тяжелая, она начинает подвисать на связках, и солдат, когда начинает выполнять какую-то работу или начинает бежать, у него начинает болеть печенка. А у другого начинает болеть селезенка. И вот здесь-то уже, работая с бригадой, с нашей научной, мы увидели взаимосвязи между той же печенью и селезенкой. То есть всегда, когда застойное явление в правой доле печени, то всегда присутствует проблема селезенки. То есть селезенка начинает как бы отекать, она становится тяжелой. И вот во время отека, когда присутствует отек, человек бежит, выполняя, ну, задача какая-то поставлена, пусть это будет пробежка, у него начинает болеть в левом боку. И выясняется, что если взять, продавить, ну, я говорю, грубо продавить, поддавить эту селезеночку с определенным усилием, без фанатизма, то как бы отечность ее уменьшается, напряжение уходит, боли в этой области прекращаются, и сопутствующие какие-то явления, такие как носовые кровотечения или влечение каким-то дурным запахом, меняются вкусовые. А самое еще интересное, что если лицо красное, а оно часто становится, оно краснеет при патологии селезенки, то эта краснота исчезает. Ну вот, и вот эти такие взгляды необычные на нашу работу, они, в общем-то, как-то еще больше проявили интерес, и тем более, опять же, работая с гражданским населением, я увидел, что здесь немножко все по-другому, потому что чаще всего это люди после, скажем так, после 30, после 40, после 70, у них эластичность тканей и сами органы работают несколько иначе. Ну вот, и, конечно, многие пациенты, которые уже приходят после 50, после 60 лет, они имеют еще дополнительные патологии, это может быть кистоиды какие-то, образование, смещение органов. И получается, что здесь, с этим населением, приходится работать более, и та инструкция, которую мы готовили для спецподразделений работающих в экстремальных условиях, да, она подходит. Но здесь нужно учитывать вот то состояние, которое возникло у данного человека или пациента на сегодняшний момент, на момент прихода. Ну вот. И, естественно, сначала была поставлена задача какого плана? Так как солдат или так как, ну, ситуация связана с военными, то есть военные многие не знали фитотерапии, не знали анатомии, не знали физиологии. И нам нужно было вкратце обучить людей. Ну вот. И проводились вот такие вот обучающие семинары, которые, собственно, и подвели к тому, чтобы создать вот самомассаж. Но тогда это было все-таки относительно примитивно. То есть, представьте, это было 90-е годы. Ну и в 94-м году, когда, вообще в 90-х годах, когда СССР развалился, в 91-м, то я забрал документы и в 94-м году выпустил книжку «Висцеральная хиропрактика в старорусской медицине». Я как бы из этой методички, которая у меня была, сделал книжку. Единственное, добавил анатомию, чуть-чуть физиологии, чуть-чуть каких-то... То есть, я ее чуть-чуть преобразил. Ну вот. Это была первая книга. И, естественно, сначала, когда она вышла, она не пользовалась никаким успехом. Она долго лежала. А потом в какой-то момент она вдруг пошла. То есть, и в книжном магазине самое интересное, если воруют книжки, значит, оно интересное. И вот мне начали жаловаться на то, что Александр Тимофеевич, у вас книжки у нас на полках часто исчезают. Вот именно эта книжка. А книжка была в то время напечатана. Ведь, чтобы напечатать книгу, в 90-х годах нужны были деньги. И хорошо, у меня нашелся спонсор Владимир Петрович, который понимал, что эта тема достаточно нужна для народа. Ну вот. И в то время одновременно меня начали подключать разные организации, которые занимались спортом. Ну вот, предположим, группа велосипедистов, ассоциация велосипедного спорта. Ну вот. После чего, после такой работы с животом, с внутренними органами, результаты у всех, они подрастали. Ну, собственно говоря, если возвращаться к самому началу, то практически-то, наверное, вот эта вся легализация, манипуляция на животе, она все-таки принадлежит мне. Ну, и с другой стороны, конечно, мои выступления на конференциях, на различных, с призывом, ребята, что такое позвоночник, что такое опорно-двигательный аппарат? Да, это все, это нужное явление, но ведь представьте, все мышцы, которые проходят в паравертебральных областях или вдоль позвоночника, они имеют отношение к внутренним органам. И как бы вы их не разминали, все опять будет возвращаться к тому же напряжению, которое создало, создано внутренним органам. И вот эти рефлексии, их никто не отменял. И что при патологии почки всегда возникает напряжение в шейном отделе или при опущении того же желудка возникает напряжение по задним лестничным мышцам. И сколько бы мы не разминали эти задние лестничные мышцы, то мы не разрешим, то есть не решим проблему только по одной причине, потому что для того, чтобы голова не уходила, а наш пищевод так интересно устроен, что он прикрепляется к желудку и к верхним, передней лестничной. И что же происходит? Голова начинает уходить вперед. А мы же так ходить не можем, мы начинаем ее разгибать, включаются разгибатели шеи. И что же происходит? Они постоянно напряжены. И вот это постоянное напряжение приводит к тому, что сдавливается, идет компрессия шейного отдела. Но ведь на это никто не обращает внимания, просто этого не знают. Так же, как иногда приходит пациент с циррозом печени, но он приходит-то с этим, как бы не с этим циррозом, у него болит плечо. И он ходит по разным организациям, по специалистам, ему правое плечо все искололи разными, ну скажем так, колят и антибиотики, и обезболивающие, что только не колят. А оно опять начинает болеть. И в конце концов, а так как основная твоя работа, ты уже видишь живот с других позиций, ты начинаешь смотреть в живот, и что же ты находишь? Находишь в том, что печень увеличенная, или наоборот, печень скокоженная. То есть, и в результате, вот увеличение печени начинает болеть плечо, правое. И казалось бы, ну ладно, если это один человек, а когда поток идет на том же мостом метрострои, то ты уже видишь, ага, пришел с плечом, пока плечо смотреть не буду, пока не запущу руку в живот. И как только в животе печень улучшает свое качество, то есть, уходит с нее отек, или наоборот, если она начинается развиваться цирроз, то за счет манипуляции, улучшения притока, ведь представьте, печень имеет такое интересное свойство, что если даже удалить часть печени, то она быстро восстанавливается. А как же так? А почему при циррозах она не восстанавливается? А при циррозах, оказывается, меняется кровоснабжение, кровообращение печени. И вот, если луковица 12-перстной кишки, она спазмировалась из-за стресса, то это приводит к чему? К тому, что нет оттока. И вот это нарушение оттока, оно сразу вызывает, что ненормальное пищеварение. И поэтому появились такие внешние признаки. Поздоровался с человеком, и я уже знаю, кто передо мной. Печеночник или почечник. А почему? У печеночного больного всегда рука сухая, а иногда она настолько шершавая становится, что ты сразу понимаешь, что здесь что-то не то. А что не то? Да просто желчь в ответ на те жиры, которые человек потребляет, она должна сбросить большое количество желчи, а сброса не произошло. А почему? Луковица-то передавила протоки. И получается, что жиры транзитом проходят, и таким образом, за счет того, что желчь должна что сделать с этим жиром? Эмульгировать этот жир. И за счет эмульгации идет расщепление жиров на мелкие частицы, и вот эти мелкие частицы жира, они всасываются непосредственно в кровь. Дальше с током крови они идут к печени, там расщепляются на глицерин жирные кислоты, жирные кислоты возвращаются к кишечнику и забирают жирорастворимые витамины. Так вот, дефицит этих жирорастворимых витаминов проявляется сухой кожей на руке. Поэтому, конечно, и как одна из степеней контроля, манипуляций на животе, ага, вот была сухая кожа на руках, на теле. Иногда человек одевает темную рубашку, а когда снимает, она вся белесая. Почему? Кожа сыпется. И вот эта осыпчивость кожи, она тоже связана с тем, что функции печени нарушены. А потом, по ходу, уже выясняется, что печень отвечает из-за зрения. И самое интересное, можно контролировать печень, что человек храпел, вы начинаете работать с печенкой, храп прекращается. А почему? А корень языка при патологии печени, он увеличивается. Иногда, когда смотришь пациентов, которые жалуются на то, что храп, и первое, на что обращается внимание, это язык, который не убирается в полость рта. Вот такая иллюзия создается. Ну и, естественно, а каким образом еще перепроверить, чтобы в рот не лазить? А вот здесь, где корень языка, поддавили. И если здесь присутствует болезненность, это говорит о том, что печень увеличенная, а корень языка в отеке. А еще интереснее, вдруг выясняется, что и челюстные суставы, они тоже имеют отношение к печени. И, конечно, когда мы рассматривали печень, и вообще для солдата не очень интересно, что печень состоит из восьми долей, мы ее рассматривали как две доли, левая и правая. И правая доля, она, будем говорить, метаболическая, она имеет большее отношение к нашему мозгу, а вот левая доля, она антитоксическая. И если у человека постоянно раздутый живот, а что в животе? Почему, чем он дует? Газом. Еще когда учились в институте, когда мы сдавали биохимию, то в разделе биохимии там писалось, что в результате вот этого вздутия живота образуются такие токсические компоненты, как индол, скотол, меркоптан, сернистый газ, кретинин, метан. И в конце концов, наверное, все проходили через такую шутку, когда школьники поджигали спичку и пукали, и в результате был хлопок, такой выстрел. Но так-то все вроде смешно, но на самом-то деле, ведь вот эти яды, токсины, они в какой-то степени всасываются в кровяное русло. И они опять же пригружают и печенку. А если печень застойная, то часть токсинов попадает и в мозг. Если это ребенок, он начинает хуже запоминать, у него начинает снижаться зрение. И можно перечислить все то, что происходит непосредственно во время нарушения, вот такого функционального нарушения. И, конечно, контроль. Если вы начинаете работать с той же печенкой, сегодня болит, а завтра уже не болит. Челесной сустав взяли, надо же, и напряжение ушло. И часто бывает так, что коксоартроз или артроз челесного сустава, он формируется только тогда, когда печень напряженная. И, собственно, вот представьте, когда пьяный, он не может разговаривать. Почему? Да потому что челюсть свело, сковало. И я знаю людей, которые не пьют алкоголь только по одной причине. Достаточно ему даже немножко выпить, челюсть сводит, и он не может открыть рта. И он просто не пьет алкоголь. Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, вот проявляется вот эта рефлексия, вот эта зависимость и взаимосвязь. Ну, и, естественно, взглянув на лицо, мы смотрим, если печень, если вот в этой области красное пятно появилось, это однозначно проблема печенки, застойное явление. И кожа здесь становится хрупкая, если ее ущипнуть, образуются гематомы. Естественно, в косметологии это не учитывается, работает с лицом, и вдруг пациентка приходит с возмущением, потому что после работы косметолога все лицо в синяках. Но это возмущаться не надо, это просто нужно было объяснить этой женщине, что, извините, у вас проблема с внутренними органами. И косметология должна быть после того, как мы с вами привели живот хотя бы в какой-то определенный порядок. Да, вообще, конечно, много интересного в том плане, что и коленки-то не просто так травмируются, они травмируются, когда желчь перестает нормально отделяться. И вот здесь как раз функция желчного пузыря очень нужна. То есть желчный пузырь – это орган, который, скажем, уравновешивает печень. И, естественно, если желчный пузырь перестает нормально работать, то вот это равновесие нарушается. Ну и в процессе я вам покажу, как один из вариантов измерения температуры пупа, для того, чтобы определить, в каком состоянии примерно находится печень. И температура пупа должна быть в норме 33 градуса. Если она выше, значит, воспалительный процесс идет в печенке. Или часто бывает так, что застойные явления в желчеводящих путях идет раздражение протоков печени. И другой вариант, когда температура падает, то вот здесь у человека появляются что? Дегенеративные процессы, которые начинают идти в печени. Ну и, естественно, наша печень, она связана с нашей психикой. И даже замечено, что при температуре, когда температура снижается 26-27 градусов, у человека возникает расстройство психики. Я наблюдал один момент, когда достаточно было грелку приложить, то, скажем, психическое состояние человека резко поменялось. Перед этим он перебил всю дома посуду, разбил телевизор. Ну вот. А тут достаточно было грелку приложить. Уговорил я его приложить грелку к печени. И уже буквально через 5 минут это был другой человек. Он осмотрелся и говорит, неужели это я все сотворил? Я говорю, да. Работы Залманова еще тех далеких в прошлом веке, 20-е, 30-е годы, он писал о том, что если у вас бессонница, приложите к печени грелку, и вы уснете моментально. Да, достаточно приподнять температуру печени хотя бы там на градус, даже непосредственно прогревая, то отличный сон. И нужно сказать еще одно интересное слово печень. Вот, наверное, в русском языке только такие слова, как печенка, печень, от слова печка, печь. Ну и вот, и согласно данным восточной рефлексотерапии, что наша печень на 60% отапливает наши нижние конечности. И поэтому вот когда опять же работа с внутренними органами начинается, когда вы начинаете поддавливать, и процесс не только храп уходит, но и ноги-то разогреваются, ноги перестают мерзнуть, лучше становится теплее становятся руки, потому что печень этим управляет. И поэтому, друзья мои, я пример с печенью для чего привел? Для того, чтобы можно было контролировать процесс самотерапии. Ведь не всегда у вас где-то там находится специалист, который прошел у нас обучение или подготовку. Вы сами начинаете потихонечку работать и опять потихонечку. Почему? Конечно, моя задача разъяснить основные постулаты, основные законы, которые существуют в животе. Ну вот, и один из таких основных законов это, во-первых, мы должны с вами прежде чем работать с печенкой, освободить путь отступления. Ведь представьте, если вы проработали печенку, продавили ее, а луковица 12-перстной кишки осталась напряженной, спазмированной, желчь не оттекает, то тогда возникает боли, рези в области печени, в области желчного пузыря. То есть, можно навредить себе, даже, ну, можно попасть на операционный стол. Поэтому, конечно, мы должны с вами понимать серьезность этого явления, и в то же время, конечно, зная вот эти ключи, с ними работать. Ну, как пример еще, предположим, те же почки. И чем более проблемный орган, тем больше нужно соблюдать это правило. Если вы просто продавите почку, а она, функция ее значительно была сниженная, то, естественно, увеличится отток вторичной мочи, а мочеточник спазмирован. И в области лоханки создается определенное давление. И чем оно проявляется? Человека начинает знобить, у него начинают зубы дрожать, у него состояние такое предобморочное. И поэтому, вот здесь, конечно, нужно быть внимательным. Ну, по крайней мере, мы с вами, когда будем обсуждать эту тему более ближе, я заострю эту ситуацию. И, конечно, тот же отток ликвора от головы, чтобы обеспечить, чтобы бывает так, что в голове создается избыточное давление, нужно, чтобы это давление сбросилось. А как сбросилось? Нужно обеспечить отток. И вот, опять же, работа на органах малого таза, она приводит к тому, что нормализуется внутричерепное давление. Видите, сколько? И таблеткой это сделать достаточно сложно. Но если вы даже будете поддавливать каждый день, то вы замечаете, что уровень энцефалопатии снижается. То есть, а что такое энцефалопат? Это человек, который, или ребенок, который требует своего, который топает, который закатывает глаза, который... Ну, и у женщин, когда климактерический период, у них тоже нечто подобное развивается, нарушается отток ликвора, идет с давлением мозга, и женщина, то она потеет, ей жарко, то она замерзает, то она смеется, то она плачет. И это все связано как раз с явлением непосредственно движения ликвора. Но, как пример того, что сначала нужно сделать отток, потом уже заниматься и головой, и всем остальным. Поэтому, конечно, мы сейчас с вами плавно начинаем переходить уже на самомассаж. Нужно несколько слов сказать про показания и противопоказания. Но сначала начнем с противопоказаний. Противопоказания это картина острого живота. Что значит острый живот? Это когда где-то болит, эта боль не уходит. Ну, область аппендицита. То, так как вы как бы далеки от медицины, то здесь нужно понимать, что боль, которая создалась внизу живота, она достаточно опасна. Тем более, если она длительная. Если она только-только появилась, здесь еще можно было бы решить, и то очень аккуратно и мягко. И в то же время та же прободная язва желудка. Ее тоже можно попытаться потихонечку поддавить, и если боль не уходит, то нужно обратиться, конечно, на скорую помощь. А так в основном противопоказания это еще алкогольное опьянение или состояние наркотического опьянения, или человек находится под наркотическим теперь, кроме всего прочего, противопоказанием являются и свежие какие-то травмы живота, кровотечение, кровоизлияние. Противопоказанием является еще травмированная кожа, потому что через травму, конечно, здесь прийти к животу достаточно сложно. Инфекционные заболевания являются тоже противопоказанием. Мы с помощью наших рук не решим проблему гонореи или каких-то таких вот, хотя эту область мы как бы не трогаем, ее не берем. Нужно понимать, что наша, а что не наша. А вот такие явления, холециститы, панкреатиты легкой легкой форме, легкие почечные расстройства, расстройства мочеполовой системы, но, конечно, не связаны с онкологией. Онкология тоже является противопоказанием. Как любой специалист, можно было бы, но это уже бы, найдя или поработав своим животом, приведя его в какой-то определенный порядок, дальше уже можно будет подключать и пиявки, и пчелы, но это уже по вашим знаниям и по той, скажем, ситуации, в которой вы находитесь. Здесь нужно отметить еще такое явление, как отслоение сетчатки. И как ни странно, если работать напряженно с животом, то можно усилить это отслоение. То есть вместо того, чтобы получить какой-то результат на животе, можно получить отрицательный результат на периферии. Потому что совсем недавно у меня был случай, когда надавливаю на область печени, работаю с печенкой, а у человека глаз напрягается. Отпускаю, давление нормализуется в глазу, снова поддавливаю, и вот здесь, конечно, приходится немножко перестраивать вот эту технику работы. Но я считаю, что на первых этапах сначала нужно определиться, что мне это поможет или не поможет. Но в данном случае, конечно, мы с вами должны рассмотреть мужской живот и женский живот и со своими особенностями или особенности, наверное, психического состояния людей. И, конечно, животы все разные, одинаковых людей не бывает, у кого-то длинное туловище, у кого-то короткое туловище, и, естественно, нужно это тоже учитывать. Ну, я постараюсь в своем рассказе особенности эти обрисовать для того, чтобы вы как можно больше могли помочь себе. И я, как автор вот этой технологии, вот этой техники, ну, я бы рекомендовал вам, если у вас сегодня нет настроения, не работайте. Только тогда, когда есть мотивация, а мотивация какая? Быть здоровым. Если нет мотивации, как бы вы не уговаривали человека, что нужно поддавить, вот как я поддавливаю, и у меня вот в результате этого поддавливания все внутри хорошо работает, вы его не убедите, если он не хочет жить. Ну, и, естественно, постарайтесь не делать таких манипуляций после еды, особенно обильной еды. ну, естественно, мы не исключаем какие-то питьевые моменты, питьевые режимы, но, конечно, здесь нужно учитывать некоторые факторы, связанные, предположим, с теми же почками, что во время работы нужно обязательно освободить мочевой пузырь перед работой, и лучше всего все-таки делать это натощак, потому что часто человек, когда покушал, идет прилив крови к желудку, и идет смазывание тех напряженных зон, тех напряженных участков ткани, которые нужно расслабить, и нечто подобное с почками, ну, и, естественно, не рекомендуется перед процедурой попить холодной воды, не стоит, потому что она, во-первых, долго стоит в животе, булькает, а, во-вторых, она охлаждает не только желудок, но и те органы, которые накрывают наш желудок, желудок становится более холодным, естественно, страдает поджелудочная железа, страдает надпочечник левой почки, ну, вот, а мы еще с вами поговорим об этом, об этих состояниях почек, и для того, чтобы понять, что, что нужно делать, а вообще, а в некоторых ситуациях, ну, это уже некоторые за полчаса попить именно за полчаса горячей водички, тепленькой водички, для того, чтобы она всосалась, для того, чтобы кровеносная система наполнилась жидкостью, и таким образом лучше вымываются те продукты распада, которые мы с вами во время надавливания выдавливать начинаем из застоявшихся сосудов, ну, и желчных протоков, то есть, поэтому этому нужно тоже уделить внимание. И одно из противопоказаний является использование предметов, особенно на начале пути, то есть, когда вы начинаете работать с животом, вот здесь, к сожалению, какие-то предметы можно не использовать, только по одной причине. Дело в том, что я уже упоминал о том, что бывают различные кистоиды, бывают различные напряжения с той же аортой, или аорта, которая уже, скажем так, склерозировалась, ну, и можно травмировать сосуды, которые отходят от нее, поэтому пальцы этого не сделают, потому что вы руку чувствуете, ну, и рука в какой-то степени, она, ну, как в кинезиологии, если орган более напряженный и патологичный, то и рука туда не особо идет, поэтому все должно быть медленно и правильно, поэтому никаких телефонов, никаких мечей на первых этапах не должно быть, только тогда, когда уже отработали немножко и поняли, что у вас аорта в нормальном состоянии, что у вас кистоиды ярко не выделяются, жидкостных каких-то образований там нет, что живот ваш потихонечку поддается всей этой терапии, вот тогда подключается, и то под вопросом, почему, поверьте, коллеги, друзья мои, что я сталкиваюсь с тем, что к нам поступают звонки, поступают пациенты, которые сами себе, насмотревшись разных, скажем так, выпусков в интернете, все смешали в одну кучу, и к чему это привело? К тому, что где-то вызвали аневризму, продавив ту же аорту, приняв ее за кость за какую-то или подвздошную артерию, и в то же время были перестимуляции почек, когда предметом продавил почки, после чего почка начала плохо функционировать, появилась кровь в моче, часто бывает так, что, скажем, микронадрывы в мочевом пузыре, потому что начинают поддавливать, и смотришь, человек позвонил, говорит, вы знаете, а я вот посмотрел там вот программу то-то, то-то, я говорю, ну, приходи, и когда мы начинаем рассматривать то, что он, как он это сделал, сделал, да, он взял, как рекомендовали, взял толкушку и начал толкушкой разминать свой мочевой пузырь, потому что у него там якобы аденомопростаты, я говорю, ну, кто же может так делать, кто, и вот он в результате навредил, и, конечно, мочевой пузырь, после этого нам пришлось долго с ним заниматься, но, к счастью, мы решили его задачу, но это не дело, поэтому будьте внимательны, и, конечно, друзья, когда вы приступите к манипуляциям на внутренних органах, я надеюсь, что вы получите положительные результаты, но будьте внимательны, будьте внимательны, потому что лучше не додавить, чем передавить, ну, и, конечно, когда мы с вами будем непосредственно рассматривать вот этот процесс, связанный с тем, что мы проводим какие-то технические действия, то эти технические действия должны производиться только руками, особенно на первых этапах, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что народ начинает поддавливать какими-то предметами, скалками, и это приводит к травматизации внутренних органов, ну, и, естественно, я не говорю ни в коем случае, не дай бог, инвалидизации. Итак, друзья, мы приступаем к практике, практическим манипуляциям на внутренних органах, то есть, сегодня мы с вами будем говорить непосредственно о работе руками с нашими органами, ну, и я думаю, что это все будет вам полезно, особенно, когда вы наблюдаете, как что-то меняется, улучшается в сторону лучшего, меняется в животе состояние живота, меняется наша психика, человек становится более социально адаптированным, ну, и я считаю, что качество жизни, когда улучшается, человек становится более счастливым, ну, и способным, по крайней мере, продлить свою жизнь, продлить свою молодость. И я, как автор этого метода, уверен, что, работая с животом, вы обязательно получите положительный результат, когда улучшится работа, скажем, желудочно-кишечного тракта, когда улучшится вообще и настроение, и улучшится сон, уйдут многие-многие, я предполагаю, что обязательно уйдут проблемы, на которые, может быть, даже вы раньше-то и не обращали внимания, ну, та же боль в спине, она часто исчезает после того, как живот приведен в порядок. Итак, друзья, приступаем к первому уроку, и у вас все получится, дорогу осилит идущий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!